Каким одним словом или одной фразой вы могли бы описать вот этот еще один год конфликта? Второй год был, на удивление, годом без событий. Столько гибло людей, и так мало происходило. Не видно изменений в элитах, не видно изменений в экономической политике. При всех разговорах о переводе экономики на военные рельсы, наверное, это скорее хорошо. Не видно раскола в элитах и не видно, например, внутри элитных репрессий, не видно новых людей. То новое, что я отмечаю, это деприватизация. Деприватизация и перераспределение активов. Второй год – это год, скорее, адаптации, приспособления и усталости. По-человечески – тоска. И сильнейшая депрессия от всего происходящего. По людям, если смотреть, привыкание. Вы знаете, напрашивается аналогия с известной книгой «Ремарка» «На Западном фронте без перемен». Кто побеждает в войне? Пока никто. Через год Россия и Украина все еще будут воевать? Если будут развиваться события так, как сейчас, то да. С вами Марьяна Минскер. Вы держитесь. Сегодня ровно два года войны России и Украины. Об итогах, выводах и о том, что будет дальше, поговорим сегодня с Екатериной Шульман, Натальей Зубаревич, Борисом Надеждиным и Валерием Ширяевым. Наш сегодняшний выпуск посвящен двум годам войны России и Украины, но неделю назад, 16 февраля, в тюрьме погиб Алексей Навальный. Я попрошу вас поделиться своими мыслями о нем и о будущем России без Алексея Навального. Ну, шок. У меня же как получилось? Я давал интервью одному там каналу, и в этот момент я просто… Ну, я же когда с вами разговариваю, я же тоже у меня открыт компьютер, я читаю ленту новостей, вижу. И тут я вижу сообщение Офсина там какого-то, что Навальный. Я так сначала говорю «стоп, стоп, стоп, стоп». Проверил действительно официальные сообщения. ТАСС сказал, думаю, раз ТАСС сказал, у меня прям шок. Я сказал, что у меня нет слов, я сейчас просто заплачу. И прервал интервью, конечно. Каким вы его запомнили? Он очень целеустремленный, решительный, смелый. Когда он решил вернуться, я, честно говоря… Ну, сейчас как-то, понимаете, я сейчас не готов как-то его оценивать, ну, с точки зрения там его ошибок или там каких-то, потому что давайте мы сначала Алексея похороним, да, потом будем там… Ну, а когда он вернулся, я про себя подумал, что я бы так не сделал, конечно. Потому что… Ну, потому что у Нельсона Манделы получилось там сколько, 25 лет посидеть, да, стать национальным героем. Но он сидел в тепле, знаете. Первая не была с ним знакома, но выражаю искреннейшее соболезнование близким, родным, друзьям. Самое искреннее соболезнование. Я плохо знала вот всю эту вот структуру, но я понимала, что у человека есть дар политика, и он хотел быть политиком. Но в наших условиях оказалось, что так не бывает. Но даже отчаянные попытки что-то изменить всегда вызывают у меня большое уважение. Поэтому личность человека, который скончался, конечно, была очень мощной. И это потеря. Потому что я всегда и считала, и продолжаю считать, что без политической конкуренции России будет очень трудно развиваться. И грабель на пути бесконкурентной жизни будет все больше и больше. Но уже хватит наступать на грабли. А так, для себя лично, можно я скажу так, чувство смертной тоски. Хотя мы не были знакомы, я никогда ничего там не соотносилась. Просто чувство смертной тоски. Действительно, те два слова, которые наиболее часто упоминаются рядом с этим именем, это надежда и будущее. Это был человек, который не просто верил в это будущее, а такое ощущение, что он в нём уже жил и приглашал всех остальных к нему присоединиться. Ему казалось настолько очевидным, что это будущее, опять же, не просто возможно, а что оно непременно настанет, что он с каким-то даже добродушным удивлением смотрел на всех, кто с ним не соглашался. Он его видел как будто телесными очами своими. Может быть, в этом был секрет его действительно неугасимого юмора и какой-то жизнерадостности специфической и той любви к России, которую он буквально излучал, как действительно никто другой. Он был, в общем, в положении, скажем так, судьба заталкивала его в роль радикала и революционера, но, понимаете, он ведь никогда не говорил ничего революционного. Он не был политиком революционного типа даже в том смысле, в каком им был Нельсон Манделла, с которым его часто сравнивали. Нельсон Манделла был руководителем движения, у которого было и террористическое крыло, и там его соратнички много делали чего такого, что совершенно не вписывается в рамки мирного протеста. Алексей Навальный хотел участвовать в легальной политике. Он хотел баллотироваться сам, один раз ему это было позволено сделать, потом это стало запрещено, и он, так сказать, участвовал в выборах через своих соратников. Потом и это стало невозможно, и он придумал инструмент, умное голосование, которое позволяло участвовать в выборах, не участвуя в них, точнее, влиять на результаты, не имея даже своих кандидатов. Он хотел бороться с коррупцией, что может быть более, скажем так, легалистским даже, не просто законным, а уж совсем легалистским. То есть вот давайте накажем тех государственных служащих, которые нарушают закон. В этом, ещё раз повторю, малореволюционный революционер призывает свергнуть закон, установить новый порядок, а не, так сказать, соблюдать существующее законодательство. Вот именно поэтому, и в том числе поэтому, его смерть – это такая потеря, которая для многих, по крайней мере, на время закрывает эту возможность будущего. Не стало человека, который больше всего в него верил. Никто из оставшихся, может быть, до такой степени не верит в то, что эта прекрасная Россия завтрашнего дня возможна, в то, что этот завтрашний день вообще настанет. Но я думаю, что всё-таки эта самая надежда и желание другого лучшего завтрашнего дня – это такая естественная человеческая потребность, что она не может принадлежать одному человеку. И когда вот это первоначальное горе как-то будет оплакано, когда острота его, может быть, несколько спадёт, то другие люди всё равно будут продолжать мечтать о том, чтобы у России было мирное завтра, чтобы это была страна, в которой можно жить без страха, чтобы это была страна, в которой не было бы насилия людей по отношению друг к другу и насилия государства по отношению к людям. Это, ещё раз повторю, такие естественные желания, что они из души человеческой не могут исчезнуть. Может как-то повлиять на ход боевых действий смерть Алексея Навального? Нет, не может. Никак. Вообще смерть Алексея вот в таких драматических обстоятельствах, когда идёт вооружённый конфликт, тяжелейший, она, в общем, произошла в выгодных для правительства России условиях. Эти условия очень выгодны. Потому что сама специальная военная операция, как её называют в Кремле, постоянно продуцируют такие информационные поводы, которые очень быстро заставляют забывать предыдущие информационные поводы. Это непрерывный конвейер, понимаете? Там обстрелы, там люди погибли, гражданское население затонул корабль российский, ещё что-то происходит. И смерть Алексея, а я бы сказал, гибель Алексея, она, конечно, не будет долго в сознании широких масс населения. Обычные люди, которые ему сочувствуют и составляют меньшинство, как мы знаем в России, будут об этом помнить много, но как событие, как политическое событие, оно испарится из мозгов под влиянием этого вала военных событий, довольно быстро. Екатерина, вот в последнее время появился такой термин Ukrainian Fatigue, усталость от войны. И в России, и на Западе, и в Украине, по крайней мере, об этом много пишут. Но почему при этом не видны массовые пацифистские миротворческие настроения? Что вообще с настроениями в обществе? Антивоенных настроений стало больше в последнее время? Вы знаете, про Ukrainian Fatigue я слышу с, по-моему, середины 22-го года, а уж с начала 23-го так и точно. То есть это не особенно новое явление. И под ним, вот под этим специфическим термином, обычно понимается усталость американского и европейского управляющего класса от этой войны, стремление как-то переключиться на другие события, и опасение, что всё труднее и труднее объяснять своему электорату, а это демократии, поэтому там от настроения избирателя начальства всё-таки и зависит. Всё труднее объяснять своему электорату, почему это, в принципе, важно, чем важна эта война, на которой ничего особенного не происходит. Потому что действительно с середины, с лета 22-го года каких-то крупных именно военных событий, подвижек в одну сторону или в другую, мы там не видим. Если говорить о том, что ощущают не в Европе, и не в Соединённых Штатах, и не среди политического класса, а в России и в обществе, то тут у нас, в общем, есть достаточный объём данных. Ведутся социологические исследования, при том, что действительно люди очень неохотно разговаривают на эту тему, избегают этих вопросов. Тем не менее, есть способы, в общем, задавать вопрос не так в лоб и всё-таки определять, какова именно динамика. У нас в социологических результатах интересует динамика. Что меняется? Ну, смотрите, 23-й год был годом одновременно адаптации и усталости. То есть российское общество как-то привыкало к этой новой норме, но эта новая норма не стала людям больше нравиться. К концу 23-го года желание окончания войны стало превалирующим. Вот если спросить у людей, чего вы ожидаете, чего бы вы хотели, то получается, что окончание СВО хотели бы 83% опрошенных. Это формулируется по-разному. Окончание по достижении цели, окончание на наших условиях. Иногда это формулируется как победа России, но тем не менее, сводится всё к тому, чтобы вот та война, которая сейчас идёт, чтобы она перестала идти. То, что мы называем в социологии милитаристским ядром, то есть количество людей, которые хотели бы продолжения, а СВО одновременно были бы против её остановки сейчас до достижения целей и одновременно считают военные расходы приоритетом, вот положительный ответ на три этих вопроса, даёт нам последовательную милитаристскую провоенную позицию. Так вот к концу 23-го года это ядро сжалось до 10-12% респондентов. Возвращаясь к вашему вопросу, почему нет массового пацифистского движения, по-прежнему, я бы сказала даже в ещё большей степени, война эта воспринимается именно как СВО, как специальная операция, как дело начальства, как что-то, что начало руководство страны по соображениям им понятным. Большинство людей доверяет руководству страны в этом отношении, потому что внешняя политика и безопасность – это традиционная та область, в которой респонденты, граждане минимально, так сказать, доверяют сами себе, максимально делегируют всю ответственность наверх. То есть если, например, в социально-экономических вопросах или в вопросах социальной политики люди больше имеют, что называют, собственное мнение, то внешняя политика и безопасность, и оборона – это вот дело президента. Поэтому если формулировать то, что я бы считала настроением большинства, то оно выглядит так. Вы начали эту операцию, вам виднее, зачем это было надо. Это длится очень долго, потому что основная претензия, когда спрашиваешь, что не нравится, не нравится, почему так долго длится, непонятно, почему людям непонятно, почему это занимает столько времени. Теперь пора бы это заканчивать. Вы это начали, вы это должны закончить. Опять же, вам виднее, как это надо сделать. Что такое цель СВО? Вы сами понимаете, мы не очень понимаем. Что нужно для их достижения, и что бы стало их достижением – это тоже ваше дело. Но вот вы уж, пожалуйста, как-нибудь это все уже сворачивайте. И если посмотреть на процент опрошенных, которые считают, что внутренние проблемы должны быть приоритетом и в расходах, и в, скажем так, внимании власти, то это вот те же, значит, знаете, 88, желали бы в 2024 году 88% окончания СВО, 82% желали бы, чтобы руководство сосредоточилось на решение внутренних социально-экономических проблем. Как только это началось, я понял, что эта история надолго, и будут очень большие жертвы разрушения с обеих сторон. Потому что вот чего мы умеем, так это воевать. Это относится к русским людям, без всякого сомнения. Мы умеем воевать. Проблема в том, что с той стороны такие же русские люди, ну да, они считают себя украинцами, но по сути это такой же типаж людей. Пожалуй, вот что изменилось. Кстати, да, это важно. Все меньше и меньше людей хотят продолжения специальной военной операции, победы любой ценой, и все больше и больше людей хотят мирных переговоров. Вот это, кстати, как раз, это начало проявляться где-то осенью вопросов. Вот сейчас, буквально сейчас мы проводим опрос, мне присылают данные, да, и там соотношение уже больше половины людей за то, чтобы начать мирные переговоры, ну, с той или иной степенью. Вот людям задавался следующий вопрос. Как вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия на Украине или начать мирные переговоры? Были такие варианты, крайний вариант. Никаких переговоров сражаться до полной победы, да? Это 17%. Дальше такое неуверенно переговоры возможны, но сейчас надо продолжать военные действия. Это 18%. То есть если мы сложим жестко до полной победы и нет вот сначала победы, потом поговорим, это все вместе, обращая ваше внимание, 35%. А вот теперь смотрите. 24% это самый большой, вообще самый большой ответ, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры. Понимаете, да? Ну, то есть антивоенных настроений в российском обществе стало больше вот за этот второй год конфликта, да? Причем, да, больше. Причем, если посмотреть по возрасту, то практически вся поддержка, вот никаких переговоров до полной победы, это 60+. Понимаете? А в группе 18-29 молодые люди, ну, до 30 лет, да, там вообще только 7% до полной победы и 30% немедленно прекратить огонь. Понимаете разницу, да? Огромная. И в Украине, и в России мы видим нарастание желания, чтобы все это закончилось абсолютно определенно. Но и, так мягко скажем, и российское государство не пощеряет какие-то выступления массовые, да? И украинское государство делает то же самое. Те политики, которые в России и Украине выступают более, так сказать, артикулируют, ну, скажем, в России это я, а в Украине это Арестович, между прочим, да? Там тоже против него, насколько я понимаю, какие-то там следствия проводятся, что-то вроде этого. Ведь с чем проблема-то заключается? Политическое руководство, что Россия, что и Украина, до сих пор считает, что можно решить проблемы военным путем. Вот Путин про это прямым текстом говорит, все задачи свободы выполнены. И Зеленский то же самое говорит. И Залужина это говорил, пока его не уволили, что да, мы освободим Крым там. На мой взгляд, ни то, ни другое невозможно. Ни Киев не пойдет под ударами российской армии, ни Крым не вернется в Украину, ну, так сказать, под ударами украинской армии. На мой взгляд, и то, и другое, но абсолютно не реалистично. Как влияет война на уровень жизни в России? Народ беднеет? Доходы населения растут. Слушай, по трем кварталам на 4,4%. И инфляция растет. Это в реальном выражении. Это с учетом инфляции. Вот так. А вы как думали? Да, другое дело, что они очень неравномерно распределяются, что бюджетников в октябре проиндексировали на 5,5% при инфляции, больше 7%. Но зарплаты тех, кто занят гособоронзаказом, рост в 2-3 раз. Переманивание или оставление работников в связи с диким дефицитом на рынке труда, значит, это все идет через зарплатный рост, идет гонка зарплат. Соответственно, второе. Пособие на детей. Это 1,3 триллиона рублей. 10 миллионов детей, в который раз, повторяю, их получить. Пособие, гонка зарплат. Ну и пенсионерам там что-то тоже подиндексировали. Поэтому в реальном выражении мы не просто перекрыли спад доходов на 1,5% в 2022 году. Год будет 4 марта. Мы вышли на 4 с лишним процента рост. Вот так. Другое дело, что есть те, кто да, и те, кто не уйти. Вот бюджетникам я несколько сочувствую. А с ценами что будет? Дальше продолжится рост, потому что инфляцию, мне кажется, невозможно не замечать. Эхо падения рубля, как было сказано Центробанком, отыгрывается за 6-8 месяцев. Случилось это в августе. Добавляйте, и вы понимаете, что весной это будет продолжаться. А дальше мы будем смотреть, как сложится баланс, во-первых, предложения, сколько привезут по импорту, и как будет вести себя население. Ведь оно, когда поднялись ставки в банках, оно немножко переиграло свои стратегии и стало не так интенсивно тратить, а больше складывать на счета сберегательные. Потому что когда вам предлагают 15%, ну это же неплохо, правда. Без лишней тряпочки можно прожить, а денежка не просто сохранится, а еще и переплюнет инфляцию. Это точно. Поэтому немножко поменялись стратегии. Но те, кого я знаю, макроэкономисты, в целом предполагают, что к середине года инфляция замедлилась. Посмотрим. Сегодня ровно два года войны России и Украины. Что происходит на фронте? Что изменилось? Кто побеждает? Ну, если сравнивать с первым периодом, война изменилась все кардинально. То есть, как мы, знаю, уперлись друг друга лбом, и, в общем, такая ситуация продолжается уже полтора года. Кто побеждает, сказать нельзя, потому что возникла динамическая равновесие. Но при этом надо понимать еще кое-что. Эти сражения оказались совсем не такими, как их ожидали оба генеральных штаба. У нас совершенно сейчас очевидна другая ситуация. Возник этот феномен. И в период дронов, вообще дронов, беспилотных летательных аппаратов, которые царствуют на переднем крае. И чрезвычайно эффективными оказались средства разведки целеуказания, особенно американские и натовские, которые находятся на поле боя. И средства дальнего огневого поражения. Просто огневого поражения всех типов, которые мгновенно отвечают на переданные координаты. Таким образом, войска начали рассредотачиваться. Ну, если у вас в домокопе пять человек, туда прилетит снаряд, вы все пять и погибнете. А если один человек, то один погибнет. Поскольку я уже многократно повторяю, что военные так же хотят жить, как и все остальные, но они вынуждены выполнять приказ, они рассредотачиваются по фронту. И фронт сейчас намного менее насыщен, чем ему положено, согласно уставам. Армии готовились к войне вчерашнего дня. К чему это ведет? Соединение, предположим, бригады. Украинская, типичная сейчас. Две с половиной тысячи человек. Полкового состава фактически. Ей противостоит российский полк или пять батальонов. А тех, кто постоянно от лицо в лицо сражается, семь-восемь процентов, ну, десять процентов отличного состава. Один из десяти. То есть, передний край довольно бедный народом-то, на самом деле. Поэтому людей не гибнет столько, сколько гибла в Великую Отечественную войну, скажем. Или можно быстро вспомнить ближайший аналог по интенсивности и массовости. Это Корейская война. Если бы все было так, как в те времена, количество погибших исчислялось бы многими сотнями тысяч. Каковы сейчас потери сторон за эти два года с обеих сторон? Категорически не рекомендую никому верить сообщениям генеральных штабов, которые сообщают. Потому что эти сообщения публичные, громогласные, имеют главную целью произвести впечатление на личное, так сказать, избирателя своего и на противника его деморализовать. То есть, они играют в цифры. Это все статистические игры. А в Украине? В Украине больше. В Украине больше. Но это все-таки совсем не полные данные. Понимаете? Далеко не все публикуют некрологию. Конечно. Далеко не все. Но это такая вещь, которая дает вам уверенность в факте. Например, вот в Авдеевку позавчера прибыла третья бригада. Такая считается очень хорошо вооруженная, элитная и так далее. В первую же ночь там такие завязались интенсивные бои, что погиб комонер батальона. На следующие сутки в социальных сетях висел его некролог. Мы знаем, что это правда. Это факт. Вот вы говорите, что обе стороны уперлись лбами. Можете кратко объяснить, что это значит и почему так? Невозможно скрытно сосредоточить значимое количество войск и техники для наступления. Потому что его мгновенно обнаруживает разведка противника. А Украина, это флюс еще разведка всех стран НАТО, добавляется сюда. И следует немедленный удар всеми средствами, доступными по этой части. И таким образом гибнет много людей. Генералы, военачальники стремятся не сосредоточивать большие силы. А без этого наступления не бывает. Поэтому противостояние есть, наступления нет. Вот по учебникам, как говорится, НАТО, по планам, которые составили НАТОвские генералы, в основном американские, конечно, впервые за всю эту историю войны с 4 июня прошлого года развивалось так называемое контрнаступление украинской армии. Вот они действительно попытались сделать то, что предписывают усталые. Окончилось все это фиаско. Российская армия сейчас вроде бы находится, и ее генералы, в аналогичном положении. Все поменялось местами, и теперь украинцы как бы говорят, ну а теперь вы попробуйте, мяч на вашей стороне. И российская армия, как совершенно очевидно, не имеет никакого желания повторять этот опыт. Никакого желания. Мы с вами не так давно говорили, что вот этот рост экономики был во многом обусловлен гособоронзаказом и военным производством. Вот насколько велика роль гособоронзаказа, и когда наконец-то война прекратится и наступит мир, и военное производство, ну очевидно, в таком объеме будут не нужны, что будет с российской экономикой? Ну, во-первых, мы меры гособоронзаказа не знаем. Мы знаем, что расходы на национальную оборону федерального бюджета составили примерно 6,5 или чуть больше триллионов рублей. Какая там доля именно гособоронзаказа, я вам сказать не могу. И также мы знаем, что в 2024 году они составят 10,7 или 0,8 триллиона рублей, что на 60 процентов больше. Поэтому про 2024 год мы уже все поняли. Это будет нарастать, потому что такой фантастический рост. Теперь по поводу того, что будет дальше. Точно не будет, как после распада Советского Союза, когда все рухнуло. Просто у бюджета не было никаких денег на то, чтобы финансировать оборонный комплекс. Сейчас состояние бюджета иное. Качество управления финансами совершенно другое. И как следствие, я предполагаю, что будет достаточно постепенный, мягкий, снижательный тренд. Ну, как бы было три смены, станет две. Потому что пополнять то, что регулярно уничтожается, все равно будут. И как следствие, я не жду обвала, но понимаю, что долго выдержать вот этот масштаб расходов российская экономика не сможет. Год – да. Может быть, еще год – да. Но 5-10 лет – это немыслимо. Экономически немыслимо. А что российские и украинские элиты? Они за продолжение боевых действий? Или уже хотят договариваться? Про украинские элиты ничего не знаю. Только знаю, что это очень сложное политическое устройство. И что оно совсем не похоже на то, как это устроено внутри России. А что касается элит российских, их основная характеристика – это лояльность или, если хотите, конформизм. Поэтому здесь мы наблюдаем, по-моему, выдающееся народное единство верхов и низов. Все считают, что это дело президента. Вот как он решит, так вот оно и будет. Большинство хотело бы, чтобы это все закончилось, и чтобы какая-то произошла нормализация. Эту нормализацию все понимают по-разному. Но, тем не менее, говорить о том, что люди привыкли к тому, что сейчас им нравится, нельзя. Люди адаптировались в понимании, в надежде, что это скоро закончится. И то же самое, по моим сильным подозрениям, по крайней мере, из всего, что мы видим, это следует, то же самое настроение и в элитах тоже. Мы как-то живем, выживаем. Мы живем день за днем. Мы сумели выдержать внешнее давление. У нас экономика не рухнула. Мы вообще большие молодцы. Есть такая значительная страта бюрократии, вот те, кого называют технократами, финансо-экономические власти, которые считают себя прямо вот выдающимися спасителями Отечества, потому что они, так сказать, удержали экономику в равновесии. Ну, действительно, этот результат признается выдающимся и заслуживающим внимания во всем мире. Вот они, так сказать, спасли отчизну, но сколько мы так сможем спасать отчизну? В общем, не очень понятно. Даже если мы посмотрим на действующий закон о федеральном бюджете, на то, что внес Минфин на 2024 год и на два последующих года, то мы видим, что сверхвысокие доходы и расходы 2024 года по плану в 2025 и 2026 должны снизиться. И должно произойти возвращение к некоему предыдущему порядку вещей. Не тому, который был до 2022 года, но хотя бы к тому, который был до 2024. То есть тут есть, по крайней мере, может быть считано некоторое сообщение. Вот еще на год нас хватит, на год хватит Фонда национального благосостояния, если его такими темпами тратить, как он тратился в 2023 году. Еще год мы сможем поддерживать вот эти сверхвысокие социальные расходы, эти выплаты, а потом надо будет как-то, опять же, нормализовываться, другого слова, не подберешь. Из этого совершенно не следует, что так и будет, потому что не только граждане не очень имеют влияния на решение руководства, но и сама коллективная бюрокрытия тоже не очень на это влияет, она тоже будет приспосабливаться. Что касается высшего руководства России, то они находятся в строю, грубо говоря. То же самое относится к высшему руководству Украины. Они находятся в строю. И любой крупный чиновник, который позволит себе ослушаться какого-то указания по поводу, что надо ехать на Донбасс, что-то делать, он тут же влетает из этих стройных рядов. И чего у них в голове, я не знаю. Но они лояльны руководству. И в Украине, и в России лояльны. Это лояльно руководству. Смотрите, два года войны прошли под знаком, если так можно сказать, дронов и ракет. Какое оружие будет применено на третий год конфликта? То же самое, но еще более интенсивно. Не исключаю, что через год, через полтора, а раньше этот конфликт не кончится, дойдет до того, что каждый боец в рюкзаке будет нести свой дурак, свой беспилотник. Запросто до этого может дойти. То есть это абсолютная революция. И ее проспали. Сначала говорили, что российская армия. А сейчас стало понятно, что все проспали. И американские штабы, и натовские. И никто об этом не заикался. Это откровение Господня. Никто не знал, что это дешевые, китайские, достаточно эффективные на тактической глубине, там 5-7 километров, заменяющие дорогущие системы, на которых ОПК обеих блоков, Варшавского договора и НАТО, в свое время потратили дикие деньги. И огромное количество труда и мозгов инженеров. Сейчас все эти сложные и тяжелые системы вытесняются вот такими машинками, которые родители кладут детям под елочку на Новый год, чтобы они могли с высоты снимать своего любимого кота. Понимаете? Вот так. Удивительная вещь. Вот я думаю, что, скорее всего, роль этих устройств будет все сильнее и сильнее. Ну и, конечно же, роль разведки и систем борьбы с беспилотниками, то есть систем радиоэлектронного подавления. И здесь стороны находятся не совсем в равном положении, потому что Россия загодя развивает эти системы, и она немножко побольше в них понимает. А вот кардинальная перестройка экономики уже началась в связи с этим? Все-таки нет. Ну, пугали всех этой мобилизационной экономикой, кто-то еще продолжает пугать. Ну вот смотрите, вот сейчас пошла в рост швейка, швейная отрасль. И мы понимаем, почему. Обмундирование, форумы по списку. Но они же получают эти деньги рыночным способом. Заказ, да, он, скорее всего, оплачен из бюджета, может, Минобороны или кого-то. Они пошили. Но это пока рынок. Вот я бы следила даже не за этим. Все мы видим сейчас шаг за шагом пересмотры итогов приватизации 90-х годов. И я очень внимательно смотрела, какие это типы предприятий. И мы с вами, честно, можем сказать, что если это станкостроение, как у Иваново, то оно обслуживало оборонку когда-то, а потом было полуразрушено. Если мы берем вот эту химию пермскую, там тоже есть кусочек, который идет на оборону. Про волгоградские предприятия не могу сказать, чем они там. Потому что после того, как я обнаружила, что замечательный новосибирский завод называется каких-то пластиковых изделий огонь и топоронку, я уже перестала смотреть на название предприятия. Всяко бывает. Поэтому вот это меня беспокоит гораздо больше. То есть масштабы этого пересмотра итогов приватизации. Пока в большей мере это подсобирают под рост технологий и их окрестностей, то, что хотя бы частично производило нужным нашим силовым структурам. А почему у вас это называют опасения? Во-первых, любой пересмотр итогов – это нарушение института. Слушайте, не прошло и 30 лет, как вы взяли и пересмотрели итоги. Ну, понятно же, что это… Ну, воздух не озонирует для всего бизнеса. Он начинает дергаться. И потом, скажите, пожалуйста, если вот вы такие вещи делаете, вы понимаете, что самая рациональная реакция бизнеса, хотя не всякого, разно бывает, это немножко тормознуть с инвестициями и оглядеться. А то ты, дурак, проинвестируешь. А что потом? И будет ли это твоим? Пока мы видим, по трем кварталам года, пока нет, будет в марте. Рост инвестиций на 8%. Это очень хорошо. В прошлом году он тоже был где-то 5%. Что происходит? Два процесса. Очень понятно. Первое. Резко выросли бюджетные деньги. На дорожное строительство, на много чего. Ну и понятно, что инвестиции идут и в места, которые непрерывно отстраиваются, потом опять отстраиваются, потом опять отстраиваются. И вам все понятно. Второе. Очень много бизнес закупал комплектующих оборудований, тоже инвестиций, потому что в нынешние времена запас в карман не тянет. Ты не знаешь, сможешь ли ты закупить и провести платежи через турецкие или китайские банки. Ну а вез нынче дорог или вообще недоступен. Я имею в виду платежки, которые сейчас с проблемами большими. Дальше. Кредитное плечо тоже работает, несмотря на то, что казалось бы, очень дорогой кредит. Во-первых, он дорогим-то стал с августа, кто помнит. А первую половину года было терпимо. Во-вторых, идет мощнейший передел собственности. Гигантский. И те, кто приобретает из ушедших компаний зарубежных, задешево, очень неплохие активы, они воленс-ноленс вынуждены в них инвестировать, чтобы эти активы работали. Поэтому здесь тоже есть такая важная вещь. И плюс, ну, поворот-то на восток никто не отменял. И когда вы смотрите на Дальний Восток и видите, что там стройка выросла на 20 с лишним процентов, а инвестиции на 30, в реальном выражении. Ну, вы же все понимаете. Весь этот конфликт с обеих сторон – это война элит или это война народов, культур, мировоззрений? Это скажут будущие историки. Тут многое зависит от времени. Понимаете, если воевать достаточно долго, то озверение войны проникает во все более и более широкие слои граждан. И война начинает действительно поддерживать самую себя. Но правда, потом наступает следующий этап, и война и выдыхается. Гражданские конфликты, если брать этот пример, чрезвычайно кровавые и оставляющие тяжелые раны. Их последствия тяжелее и дольше сказываются и в экономике, и в социальной жизни, чем последствия внешних конфликтов. То есть, понимаете, лучше, если на вас напал чужой, чем если вы подрались внутри своей семьи. Это правда. Второе гораздо больше стремительно. Так вот, даже гражданские конфликты выдыхаются и заканчиваются. Сначала убивают всех пассионариев, то есть тех, кто сильно хотел, потом тех, кто мимо проходил, потом тех, кто заболел голодным тифом и умер, а потом образуется вот эта вот пустота, эта выболевшая часть социального тела, и она просто отмирает. Ничего хорошего в этом нет, но во всем этом нет ничего хорошего. Но это вот такая динамика. Поэтому элиты начинают, конечно, их ответственность в том, чтобы вовремя остановиться. Пока еще можно, пока еще не запустился этот самоподдерживающийся механизм взаимного насилия, бесконечной мести, который, в свою очередь, закончится только когда всех вовлеченных поубивают. Ну, понятно, что украинцы будут плохо относиться к россиянам как таковым еще очень долго, и даже когда все это закончится, и как-то будет там подписан какой-то мирный договор, все равно, конечно, скажем так, отношения вряд ли восстановятся в этом поколении людей. В этом поколении людей. Что важно? Как я уже сказал, молодые люди в России совершенно не разделяют вот эти идеи Путина про то, что Украины нет никакой, про то, что Запад враги. Это отсутствует в мозгу людей до 30 лет. Им это никак не вставляют, все эти лекции про вещь у Олега и все остальное. Это важно. Это означает, что через поколение есть шанс, что будет нормальное отношение. Проблема случается в том, что действительно большая часть россиян, которые были взрослыми людьми, ну, это мое поколение, 80-е годы, они восприняли распад Советского Союза как действительно большую беду. Но это правда, да? То есть, конечно, люди, которые живут в Киеве или в Риге, или в Вильнюсе, да, пожалуй, даже в Алматы, и, значит, где там еще, в Бишкеке, бывшей Фрунзе, эти люди, они, наверное, радовались, да, скорее всего, что вот они свободны, там, и так далее, и так далее. Но для тех, кто, собственно, остался, будем говорить, в метрополии, да, то есть в центре вот этой распавшейся империи, конечно, это была неприятная новость. Плюс это наложилось на массу таких личных историй, потому что у многих остались родственники. У меня, например, получилось так, что мои предки похоронены за границей все, знаете. Я вот раз несколько лет езжу в Ташкент, там похоронены все мои деды, прадеды, там, понимаете, то есть, ну, там, несколько поколений жил, ухаживаю за могилами, и уже вижу, что это другая страна совсем. И в этой ситуации вот это то, что в литературе часто называется имперский синдром, он реально существует, да, и мы знаем большие страны, в которых это приводило к реальным большим проблемам. Так вот, правитель вот такой страны, он находится вот в какой ситуации. Ему нужно прилагать огромные титанические усилия для того, чтобы вывести свой народ из вот этого ощущения, что мы проиграли, нас подставили кругом враги, они воспользовались нашей слабостью или предательством. Вот вывести народ вот из этого состояния и как-то нормально выстроить отношения с бывшими, ну, для империи это колонии, но я не хочу говорить слово колониями, но с бывшими кусками империи, которые отвалились. И такие положительные истории есть, вспомним распад Британской империи. Вот уж какая империя была. И индусы там были, и американцы там были, межпочем, да, вот, и австралийцы, и новозеландцы, кого там только не было. Тем не менее, все эти свободные, ныне суверенные государства вполне себе уважают английскую королеву, в некоторых она до сих пор, ну, короля уже, да, короля, королева, а в некоторых до сих пор главой государства формально числится британский монарх, да, что интересно. Вот это положительный пример. Но это тяжело сделать. Гораздо проще правителю вот такой бывшей империи, гораздо проще воспользоваться этими настроениями, это сразу повышает популярность сильно, да. Вот мы сейчас им отомстим, мы сейчас покажем, какие мы крутые, вернем, значит, потерянные, то ли в результате предательства, то ли в результате обмана или заговора, там, врагов территории, да, и вперед с песней. Вот. И Путин, он в эту колею вступил, не он первый в нее вступил, в эту же колею там вступали и императоры, всероссийские самодержцы, и, значит, Сталин. То есть это такая колея вот автократии, милитаризации, сейчас мы там всем покажем Кузькину мать, это мы все слышали, видели не раз, но вот Путин в эту же колею вступил, потому что это гораздо комфортнее, на самом деле. Вот сложнее вылезти из нее, вот это сложно. Но хорошая новость еще раз включается в том, что вся поддержка вот этого взгляда на мир и взгляда на будущее России, это 60+. То есть будущего это точно нет никакого. Год назад значимой силой была ЧВК «Вагнер», больше нет. Кто заменил ее на поле боя и какую роль сейчас играют бывшие вагнеровцы? Бывшие вагнеровцы передают свой опыт, составляют костяк штурмовых групп во многих частях. И, в общем, довольно успешно. Но стало понятно, что такие штурмовые группы, которые освоили новую тактику, которая родилась внутри вагнера, можно воспринимать. И она стала сейчас общим местом в российской армии. Это уже не уникальное ноу-хау, которое знает только подчиненные Пригожину. Нет. Это теперь распространилось по всей армии. Ну, что касается вот конкретно новых городов, которые российская армия пытается захватить, отбить украинской. Вот что тут надо сказать. В жизни человечества есть фундаментальный принцип, который заложен везде. Это принцип неравномерного обмена. Когда объем, литры, километры, человеческие жизни меняются на качество. Качество меняется на количество. Это очень сложная задача для человеческого мозга соотнести две вещи – качество и количество. И понять, как они между собой балансируют. Военно-политическое руководство Украины раз за разом, начиная, ну, в самый вопиющий случай, конечно, Бахмут, демонстрирует нам, что обмен качеством на количество – принцип не то, чтобы им недоступный, но они его не воспринимают, как такой важный принцип. Они не доверяют ему. Верховный главнокомандующий Зеленский и его ближайшее окружение рассматривают уступку каждого квадратного метра украинской территории как ущерб для своей политической репутации, рейтинга и так далее. Отсюда этот лозунг не сантиметра врагу «вгрызаемся в землю, бьемся до конца». Не сдаем никогда. Потому что, если вы сейчас поднимете мировую прессу времен сражений за Бахмут, вы увидите огромное количество западных сообщений, где американцы, советники, не какие-то там политические обозреватели или военные обозреватели, а прямо настоящие советники, которые командовали войсками, по сути, уговаривали, объясняли украинскую команду, что Бахмут не имеет такой принципиальной влажности, лучше уступить количество на качество, на выгодные позиции. Меньше будет людей погибнет, и мы их сбережем для будущего наступления. Нет. Украина настойчиво обороняла до последнего этого года. Вот приблизительно то же самое происходит сейчас в Авдеевке. Во второй год конфликта была история с ЧВК «Вагнер», когда они чуть не дошли до Москвы, потом Пригожин погиб. Как вы считаете, какие выводы из этой ситуации сделала российская власть? Это был, конечно, шок для российской элиты ужасающий, потому что выяснилось, что все дряхлое, что все это колосс на глиняных ногах, и такой более удачливый кондотьер мог реально дойти до Москвы. И, конечно, это было такое позорище. Знаете, я такого позора, вот такого позора для государства российского, я в новейшей истории просто вспомнить не могу. Вот реально. Чтобы кондотьер воспитывал генералов российской армии трехзвездочных, как пацанов там, извиняюсь, возил мордой об стол в Ростове, мы все это видели, все это было на видео, и никто из них не взял пистолет, это его не застрелил, что удивительно вообще-то, да? Или сам не застрелился. Это, конечно, позор для державы российской, мне очень обидно за державу. А выводы, какие сделала выводы российская власть из этого? Российская власть сделала выводы, что нельзя больше вооружать частной армией. Вообще, я с трудом представляю, что вообще было в голове у Путина, когда он создал частную армию, накачал ее ресурсами фантастическими совершенно. Вот для меня это загадка, потому что, ну, слушайте, ну, есть какой-то исторический опыт, да? Это же много раз уже было в истории, когда монарх там... В Средневековье это была обычная история, знаете, в Средневековье. Монарх там нанимал частную армию какую-то, кондотьера этого Средневековья же, да? И некоторые из этих кондотьеров впоследствии становились монархами сами, просто выкидывали. Ну, или Претерианская гвардия времен Лима, это все было уже просто столько раз, что удивительно, как можно было на эти грабли наступить. А Путин просто, это была его ошибка, он слишком доверял, не предполагал, что-то не просчитал просто? Знаете, у Путина есть одна проблема системная. Вообще, я... Вот я... Я же действительно готовлюсь к тому, чтобы стать президентом страны. Я очень внимательно изучаю то, что делает Путин, чтобы учиться на его ошибках. И не только Путин. Я еще на ошибках многих других известных деятелей стараюсь учиться. Я и свои, конечно, делаю, но лучше учиться на ошибках других. И вот одна из ошибок Путина, он, поскольку не доверял как явлению институтам государства российского, то есть для него вот самый привычный способ управления, вертикаль, он главный, все слушаются. Он, в принципе, не очень хорошо себя чувствует в ситуации, когда нужно идти на компромиссы, договариваться, в ситуации, когда он один из большого количества сильных игроков. То есть это ситуация президента любой современной страны. У него есть независимый парламент, независимый суд, СМИ какие-то, которые про него правду все говорят. Для Путина это неудобная ситуация. Но какая оборотная сторона этой истории? Оборотная сторона этой истории заключается в том, что он может управлять только следующим образом. поставить во главе этих формальных институтов, лично преданных ему людей. И его вот картина мира выглядит так. Нельзя доверять ничему, никаким институтам, но можно доверять людям. Но при этом он делает ошибки. Главный мотив действия его ближайшего окружения, чтобы не расстроить начальника. Понимаете? Вот именно поэтому ему рассказывали, что украинцы там радостно встретят Россию. Запад не будет особо жестить шанкциями. Нет, пошумит, пошумит, через год все забудут. И вообще будет так же все прекрасно, как с Крымом. Во второй год конфликта была история с ЧВК «Вагнер», когда они практически чуть не дошли до Москвы, потом Пригожин погиб. Какие выводы из этой ситуации сделала российская власть? Как думаете? Ну, первый и, так сказать, самый естественный вывод, который был ею сделан, состоял в том, что все-таки нельзя раздавать свою монополию на легитимное насилие. Надо сказать, что когда вот эта вот вся эпопея с частными военными компаниями в принципе началась, а уж тем более, когда началась вербовка заключенных, я была в изумлении. И как политолог, и как бывший госслужащий, для меня было непостижимо, за какие ковришки или там, исходя из какого состояния паники, можно было вот это основное государственное право, эту священную государственную монополию на собственную армию, на войну, на право убивать, отдать кому-то, временно поиграться. Ну, очень быстро наступили последствия. Понимаете, учебники политической науки писаны кровью народов. Поэтому если написано монополию «берегите», значит, надо ее беречь. Так вот, последствия наступили немедленно, и, естественно, государственная машина одумалась тоже достаточно быстро. Понятно, что никаких таких вот вольных батальонов, этих «диких гусей войны» не может больше существовать, тем более в пределах России или рядом с ней. Да, во многих странах есть ЧВК, но их отправляют воевать к черту на куличке. Никто у себя дома или у себя на заднем дворе не разводит такое, потому что это чревато, чем чревато, в общем, видели. И еще видим, к сожалению, эти помилованные заключенные, один из значительных источников и роста преступности, роста насильственных преступлений, и, ну, скажем так, недовольства граждан, страха в граждан, потому что вот эти вот, так сказать, бродячие вооруженные зэки – это такой очень легко материализуемый страх. Это каждому, в общем, понятно. Никто не хочет этого «гуляй-поля», и меньше всего его хотят лоялисты, которые являются лоялистами, потому что власть для них – это какой-то противовес хаосу, а если власть продуцирует хаос, то это плохо влияет на, так сказать, лояльность широких кругов. Вот это вот был первый вывод. Поэтому теперь у нас все, так сказать, батальоны и подразделения так или иначе подчинены Министерству обороны, но при этом остались и никуда не делись гораздо менее публичные образования, чем был Вагнер. Это территориальные, так сказать, губернаторские батальоны. И это те, ну, фактически небольшие, но довольно хорошо вооруженные частные армии, которые созданы госкорпорациями. Их к этому прям побуждали, стимулировали. У «Газпрома» есть такая, у «Роснефти» есть такая. Говорят, у «Газпрома» нефти есть какая-то отдельная штуковина в этом роде. А пока это все некоторые такие расширенные чопы, только с другим уровнем вооружения. Но как они себя проявят, если мы себе представим ситуацию, например, ослабевшей центральной власти, тоже не очень понятно. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, первый главный урок состоял в том, что все-таки вооруженных людей надо держать при себе и стараться контролировать их самостоятельно, не отдавать это на откуп. Все эти игры в феодализм, они плохо заканчиваются. Какие отрасли выросли, какие упали, и какие регионы больше выиграли, и какие проиграли от гособоронзаказа, в частности? Проиграли, давайте с конца начнем, отрасли, которые были завязаны на международный бизнес. Это автопром. Он проиграл капитально. Потери в производстве автомобилей огромные, в разы. Поэтому очень сильно пострадал автопром. Как следствие, регионы с концентрацией этих предприятий. Калужская область за два года спад минус 18% промышленности. Если брать с 2021 по 2023 нарастающим итогом, проиграла, конечно, Калининградская область, такой же почти, там, 15% спад. То, что у них автопром очень значимая часть экономики. Самара уже вышла из спада, потому что Лада Гранта, Лада Веста пошли хорошо на конвейер. И Ленинградская область, там есть другие производства. И автосборка не занимает такой доли, как и в Санкт-Петербурге. Вторая проигравшая группа – это отрасли лесопереработки. Я уже много об этом говорила, причем не по всей стране. А надо говорить точно. Северо-запад, российский северо-запад, который был активно включен в продажи на Европу. И пиломатериалы, и фанера, и целлюлоза. Европа летом 1922 года ввела санкции. Поэтому закрылся огромный выгодный рынок. Перетащить все на восток невозможно. Я уже много раз говорила, что транспорт перегружен. И лесопромышленники там отнюдь не первая очередь. В первую очередь, как вы понимаете, оборонные грузы. Потом уголь, нефть. А в другую сторону контейнеры с оборудованием. И вот лесники туда не очень вписываются. Ну, пытаются сейчас на Азию как-то вот эту ближнюю Африку переправить. Не знаю. Но ни по одному из видов продукции, кроме, ну, может быть, чуть получше упаковочной бумаги, и, кажется, почти в ноль вышла целлюлоза. По всем остальным видам продукции до сих пор минус. Поэтому автопром, лесопереработка. Ну, такая шаткая довольно ситуация у угольщиков. В прошлом году в целом производство немного сократилось. В этом году топчется около нуля. Но там проблема не только, что ты произвел, а как ты это вывез на рынок для продажи. А здесь, особенно у Кемеровской области, главного угольного региона, есть проблемы. Ну, ясно дело, что мы видим уже с 22-го года то, что у нас происходит с газовой промышленностью. Но цифры очень разные. Официальная статистика закрыта. Официально нам сказано, что, например, по Ямал-Ненецкому округу в прошлом, простите, в 22-м году был спад промышленности на 2%. Но там сидит и нефть. Там больше 30 миллионов добычи нефти. Она была не в минусе. Если верить господину Новаку, то в целом по 23-му году добыча газа сократилась на 5,5%, в том числе у «Газпрома» на 9%. Так нам сказал вице-премьер. Ну, проверить не можем. Росстат ничего не публикует. Ямал проиграл точно. Просто это медленное проигрывание. И поскольку не только газ есть, а еще сжиженный газ, который продается, и нефть, там у них, я вам скажу, с финансами пока все прекрасно. Они закончили 23-й год с таким ростом налога на прибыль. Ну, там просто были еще дополнительные платежи. Не буду вдаваться, но была возможность дополнительно получить эти деньги. Кто выиграл? Все регионы оборонно-промышленного комплекса. Я тут считала два года нарастающим итогом. Ну, нехорошо сказать, крякала. Ну, вот эмоционально вот примерно так. Если мы берем за два года, с 21 по 23 включительно, то в Брянской области промышленное производство выросло более чем на 30%. Курганская область – под 20%. Тульская область – под 20%. И дальше я иду по Чувашии, которая тоже клепает в оборонке, плюс 30%. Ну, вот весь набор. Ну, обобщая, скажем так, значимую часть регионов центра, где всегда было много оборонки, Рязань тоже в ту же. Второе – это Волга, почти вся. И третье – это вот тот самый наш промышленный Урал, Свердловская, Челябинская. У них просто не так явный рост, потому что в 22-м они просили, там металлургия была, а производство стали и проката сократилось почти на 10%. Но недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Все, с осени 22-го года пошел вверх гособоронзаказ, требующий огромного количества металла, поскольку рост прочих металлических изделий был примерно на треть, за 1-23 год. На металл, понятное дело, это Урал. И плюс там огромное количество оборонных предприятий тоже. Поэтому у них сейчас за два года плюс 10. Не просто отыграли, а хорошо отыграли. Но чемпионы – это Брянск, Курган, Тула, Владимирская, Рязанская, Чувашия, Татарстан. Очень хорошо. Там тоже много чего делают. Европа и Америка продолжают поддерживать Украину. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Какое оружие получит Украина на эти деньги? И может ли это поменять ход войны? Оно будет получать ровно те же самые системы, которые им поставляли при подготовке контрнаступления. А при подготовке контрнаступления было создано кулак из 13 бригад специальных, которые были вооружены натовским оружием. Они будут получать ровно те же самые системы. Но похоже, что не в таких объемах. Вот тут в чем дело. Когда российские войска пересекли границу в 1922 году, 155-мм снаряд, который сейчас является основным снарядом для украинской армии, стоил от 800 долларов и выше. Были партии, которые продавались по 1200 долларов. Сегодня стоимость его доходит до 8000 долларов. Откуда этот десятикратный рост? Западные страны не собираются разрывать внешнеполитические контракты. И если они кому-то обещали, снаряды, танки, беспилотники, самолеты, их заводы так и работают на эти контракты. А Украина дополнительно, понимаете? То есть, если какие-то партии уже оплачены, там леопардов, то заводы Райан Металл работают на эти контракты. Они должны поставить Бельгии или еще кому-то вот эти танки. А Украине еще откуда-то вытащить. И катастрофически сжимается количество свободных вооружений на рынке. Раз меньше, значит дороже. Цена растет вверх. Поэтому за те же самые деньги, что и два года назад, можно купить уже меньше снарядов. Это как сейчас наши хозяйки прочувствовали себе с куриными яйцами. То есть, раньше вы на свою зарплату могли купить столько куриных яиц, а сейчас вы можете купить приблизительно на 30% меньше. А вот предполагают, что Украина может получить авиацию самолета Ф-16. Если да, то что тогда? Россия, российские военно-космические силы с самого начала конфликта имели подавляющее, тотальное, я бы сказал, преимущество в авиации, самолетах. И эти самолеты ничем не уступают Ф-16, даже лучше, чем Ф-16. Потому что Ф-16 не самый новый самолет, я бы сказал, даже более или менее старый самолет. А он постоянно модернизируется. Но сама базовая конструкция такова, что есть пределы модернизации. И российская армия имела это преимущество. Как это повлияло на ход вооруженного конфликта? А никак. То есть, настолько мощно выстроена с обеих сторон система противовоздущая оборона, что никто не хочет свои самолеты терять. И если 20, 30, 60 самолетов добавится с украинской стороны, пусть хоть 120. Не приведет это к таким кардинальным изменениям, которые бы стратегически изменили ситуацию. Никак не приведет. Это будет примерно то же самое, баш на баш. Понятно. Но это, я вам скажу, большой звоночек для всех военачальников, которые планировали будущие войны, исходя из массированного применения авиационных армий воздушных. В первую очередь, такую ставку на самолеты сделали Соединенные Штаты. И самолетов у них, вместе с союзниками, количество самолетов, исчисляется тысячами и тысячами и тысячами. Не сотнями, как в России, а многими тысячами. И теперь совсем не доказано, что эти тысячи вообще в будущем конфликте, не приведи Господь, он случится, сыграют свою роль. А у России какое будет новое оружие на третий год войны? Ну, будут стараться производить больше длинноствольные вот этой гаубицы коалиции СВ. Она только-только появилась в роли сейчас. Может быть. Но все остальное останется примерно тем же самым. Так же, как и украинцев. Не надо ждать никаких революций. Запад собирается сдать Украину? Меньше финансировать? Вообще, какие настроения? Я была на Мюнхенской конференции по безопасности. Это крупнейший слет всех, так сказать, безопасников западного мира, и не только западного. Из того, что можно уловить. И опять же, учтите, что я не специалист по внешней политике и по оборонной политике тоже. Есть публицистика, а есть работа бюрократических машин, которые ей гораздо более инерционны. То есть есть заголовки. Заголовки направлены на привлечение внимания. И довольно значительная часть вот этой паникерской, так сказать, прессы – это, ну, опять же, простите за несколько огрубляющие формулировки. Это пиар-компании Министерства обороны стран, в том числе членов ЕС, которые хотят финансирования. Они говорят, так сказать, и напрямую, и опосредованно, через аналитиков, экспертов, журналистов, говорящих голов разных, они говорят, что Россия – это военная угроза, она никуда не денется, она не будет побеждена в ближайшее время. У нас постоянная опасность нападения или какой-то там гибридной силовой насильственной акции. Нам нужно больше, дальше список, нам нужно больше денег, нам нужно, как говорят в Германии, подумать, не вернуться ли нам к призывной армии. Нам нужно раскочегаривать свою военную промышленность. Нам нужны танки, нам нужна амуниция, нам нужны снаряды. И самое главное, вот все то, что мы сокращали в те годы, которые казались мирными, нам нужно раскручивать назад. Кроме того, есть решения, которые уже были приняты в 1922 и 1923 году, и они выполняются медленно, но точно так же, как трудно их ускорить, их трудно и назад закрутить. Поэтому милитаризация Европы, я думаю, что если не случится в ближайший год чего-то совсем неожиданного, то милитаризация Европы – это самая реалистичная перспектива. Она происходит, она будет и дальше происходить. Понимаете, в игру с ростом ВВП путем накачивания ВПК бюджетными деньгами могут играть разные страны. Это действительно дает экономический рост. Это новые рабочие места, это рост производства, это рост потребления электроэнергии. Много чего может быть в этом хорошего. Если не заигрываться и не делать всю экономику военной, то, в общем, это тоже инструмент роста. Что касается Соединенных Штатов. То, что мы сейчас говорили, это касается Европы. Что касается Соединенных Штатов. Может ли избрание Трампа как-то повлиять на ситуацию? Про это все, конечно, спрашивают и говорят. Я единственное, что могу сказать, опять же, не будучи американистом, что в прошлый раз, когда Трамп стал президентом в 2016 году, в России были огромные ожидания от его президента. Гигантские. И, насколько я помню, никакого толку России от него не было. Это было выполнение уже наложенных санкций и введение новых. Ну, всякие эпизоды типа, кстати, расстрела двухсот вагнеровцев в Сирии случилось ровно при Трампе. И некоторое количество других, так сказать, менее заметных, но не менее памятных эпизодов тоже были при нем. Вообще, традиционно, президенты-республиканцы более, так сказать, жестко настроены по отношению к России, чем президенты-демократы. Поэтому, извините, на чем основаны эти все, так сказать, радужные ожидания, мне мало понятно. Сейчас идет избирательная кампания. В избирательную кампанию говорится много, так сказать, странного и удивительного. Но, опять же, помните, что в Соединенных Штатах тоже есть ВПК. И он как раз в основном спонсирует традиционную республиканскую партию. И им нужны заказы, а не, так сказать, разговоры о том, что давайте отдадим Украину России, и они как-нибудь там будут воевать между собой без нас. Предположим, Запад будет по каким-либо причинам меньше финансировать Украину. Не в таком объеме, сколько это нужно Украине. Снарядный голод и все такое. Подтолкнет ли это Украину к мирным переговорам? На каких условиях? Вот что в этом случае произойдет? Насчет прекращения огня, я думаю, они согласятся, да? А вот насчет мирных переговоров о границе они соглашаться не будут, потому что, ну, это для украинцев совершенно немыслимое дело, да? Серьез обсуждать там Чайкрым, Донецк и Луганск. И здесь я рассчитываю, конечно, на, скажем так, как бы помягче выразиться, на определенные импульсы стороны их спонсоров, так скажем. И я вам могу еще одну вещь сказать. Я вот, все-таки я думаю, что если, допустим, российская армия сейчас начнет серьезно развивать наступление, вот, по Авдеевке там и так далее, и так далее, Запад просто увеличит военную помощь Украине, это очевидно абсолютно. Они не дадут украинцам, ну, так вот прям совсем проиграть. Да, то есть вы считаете, что Запад не откажется и, что называется, не сдаст Украину ни при каких условиях? Вот так, чтобы сдать, так, чтобы сказать России, да ладно, забирайте Харьков, Одессу и Киев, не вопрос, такого не будет точно. А что, какие события могли бы переломить ход конфликта? Вот что должно произойти, чтобы что-то поменялось? Знаете, произошло одно событие, в которое я не очень-то и верил. Было понятно, что, вот я по военной части могу говорить, а политика более сложная вещь, она зависит от капризов, там, настроений публики, избирателей и так далее, прогнозировать вообще невозможно. И вдруг стало понятно, что огромная страна, самая мощная держава мира, Соединенные Штаты, которые, в общем-то, на Украину потратили 2% своего военного бюджета, всего-то навсего, а не на Украину 2% потратили, вдруг из сугубо своих внутренних политических соображений прекратила поставки оружия и денег на Украину. И очень многое поменялось. Мы знаем, какие дискуссии идут украинского общества, они надеются, что, может быть, Европа заменит Америку и так далее. Я думаю, что все-таки Америка свое слово скажет, и все деньги будут выплачены, и техника снова пойдет на фронт. Но это звоночек. Вот так довериться другому человеку и в заклад положить всю страну, ну, не другому человеку, а другому государству, я буду в личной жизни никогда не рискнув, понимаете? А они рискнули. Они рискнули из искреннего эмоционального сопереживания, из веры в то, что им не дадут пропасть, что они защищают весь свободный мир, и Америка будет рядом с ними плечом к плечу. И поначалу вот такое и было. И вдруг бах, и вот это вот плечо оп и просело. Я прямо опасаюсь. А если Трамп придет к власти в США, что это поменяет? Ну, это важнее не от Трампа, зависит от общего настроения элит. Как они решат помогать Украине вот в ходе этого конфликта? Я думаю, что Трамп ли будет или нет, но поддержка будет продолжаться. Поддержка НАТО будет продолжаться в необходимых количествах, но не в таких масштабах, какие были характерны для первого года. Меньше будет. В Европе сейчас много говорят о возможности конфликта, военного конфликта с Россией в ближайшие пять лет. Это лоббистские статьи. Закрыли вопрос. Вообще забыть об этом? Да. То есть даже Европа не будет готовиться, не будет армии? Нет, она будет готовиться, там армия делают. Но это лоббистские статьи. Европа, судя по всему, подходит к решению вопроса о создании своей собственной армии. Не НАТО, скажем, вот их национальная армия, все входит в НАТО. Но Европа – это конфедерация, союз государств. Это не отдельная страна. И вдруг они решают создать такую штуку. Поэтому им это необходимо. Вот эти все статьи и так далее. Никакой войны с Россией в перспективе никто не предвидит. Вообще? То есть никакой перспективы реального вооруженного столкновения с Россией нет? Если на территории Украины страны НАТО свои войска не введут, хотя бы одна страна, ничего не будет. А если введут? Может быть, даже дойдет до удара ядерным оружием. А какова перспектива, что, может быть, хотя бы одна страна НАТО введет свои войска? Я уже говорил, кандидат номер один – это Польша, которая хочет помочь Украине искренне. Если ситуация дойдет до того, что российская армия уже устоять будет подо Львовом, а это восточные кресы, это бывшая территория Польши, вы знаете, да? Но там общественное мнение может сыграть свою роль, и они могут что-то попытаться такое сделать. Да я надеюсь, что этого не будет. Представить себе, что европейские армии пойдут там, не знаю, брать штурмом Калининград, я не готов. А наоборот, а Россия, например, на Польшу ведет войска? Россия пойдет брать штурмом Варшава. Ну, слушайте, два года Авдеевку брали, положили там огромное количество всего-всего-всего. Какая там Варшава, о чем вы говорите? Я вижу, нельзя этого не видеть, как, скажем так, военные власти европейских стран видят угрозу. Я не хочу сказать, что они используют предлог для того, чтобы себе попросить больше денег. Это примитивно. Но они видят угрозу, считают ее реальной, считают, что политика должна поменяться. То есть, еще раз повторю, милитаризация очевидная, она будет происходить. Она будет происходить неторопливо, но так же и неостановимо. Радоваться тут нечему, на самом деле, потому что все эти ресурсы, которые будут потрачены на производство новых танков, они бы лучше были потрачены, естественно, на что-то более полезное для людей, а не для убийства людей. Конечно. Но целеполагание очень-очень можно понять. Очень можно понять. Насколько я, опять же, понимаю, когда говорят о конфликте с Россией, не имеют в виду, что Россия закупирует Вильнюс и всю окрестную территорию. А имеется в виду ожидание какой-то операции, которая должна путем нападения на одну из стран НАТО наиболее уязвимую доказать, что остальные страны НАТО не будут выполнять вот эту основную, так сказать, наиболее знаменитую статью устава Североатлантического альянса, которая гласит, что нападение на одного – это нападение на всех. Вот показать, что это все – только слова. Для этого, опять же, не обязательно никого завоевывать, а можно, ну, сейчас не буду фантазировать, но много чего можно такого, учить, что покажет, как, вот смотрите, там, напали на Эстонию или на Латву, или на Литву, это такие очередные какие-то напрашивающиеся, что называется, жертвы, дальше можно это устроить под видом русских людей, обижают, это у нас умеют, тут уже есть, так сказать, старый добрый сценарий. И вот смотрите, остальные страны НАТО ничего не сделали, выразили о заточенности. Вот такую, так сказать, историю представить себе чрезвычайно легко, и с той же легкостью ее себе представляют генеральные штабы всех стран Европы. Пошел третий год войны, каковы шансы на то, что вот в этом году начнутся мирные переговоры, и что к ним может подтолкнуть? И есть ли какие-то варианты хотя бы сейчас, которые строят обе стороны, или вообще нет? Я сильно сомневаюсь, что при Путине возможны какие-то мирные переговоры. Проблема в том, что доверие подорвано. Ну, просто доверие подорвано, и большинство западных лидеров публично сказали, что они с Путиным вообще там разговаривать не готовы. Да и Путин пока продолжает говорить вещи, которые совершенно неприемлемы. Он продолжает говорить, что мы выполним все задачи, поставленные в ходе специальной войны, операции там. Хотя это был бы, конечно, самый хороший вариант. Ну, вариант всегда есть. Мы всегда говорим, так сказать, в политологии, что у нас в политической истории никаких невозможных вещей не бывает, невозможно только то, что невозможно физически. Все остальное бывает. Люди ведут себя, могут себя вести как угодно. Опять же, соседи начинают воевать друг с другом, кровные враги женятся друг на друге, войны начинаются, не пойми, из-за чего заканчиваются, тоже по непонятным причинам. Поэтому я бы не отрицала возможности переговоров никогда, но обычно в ситуации военного конфликта переговорная точка, вот момент переговоров наступает, когда обе стороны решают, что они не могут добиться того, чего им надо, силой. То есть в чем побудительный мотив переговоров? Когда всем кажется, что они еще не довоевали, и что сейчас они как-то перевоюют получше, что они могут еще дожать военным путем противника, они не будут переговариваться, потому что не о чем, или точнее говоря, незачем, чтобы что. А вот когда наступает, ну не то чтобы Цунг Цванг, Цунг Цванг – это ситуация, в которой каждый следующий ход делает хуже, а называется «тейлмейт», «пад» по-русски, когда некуда ходить. Вот встали и стоят. Да, можем стоять друг напротив друга, кто смотреть там, кто не знает, кто первый встанет. Но вот в этот момент появляется, по крайней мере, у какой-то из сторон может появиться ощущение, что а не поторговаться ли нам? Не получим ли мы чего-то, или хотя бы не закрепим ли мы свои достижения путем переговоров? Я не вижу, чтобы мы пока были там, мы, так сказать, коллективное человечество. Пока не видно. Президент Путин и многие его соратники в последнее время постоянно делают намеки, что они готовы к переговорам. Но переговоры могут существовать и как часть вооруженного конфликта. Я с вами воюю, а параллельно я с вашими делегациями разговариваю, и по тону, по вашим планам, потому соглашаетесь вы или не соглашаетесь на различные предложения. Я замеряю температуру внутри вашего политического организма и понимаю, насколько удалось мне вас на каких-то участках победить или нет. Понимаете, да? Это градусник на самом деле. Вот так переговоры тоже могут устраиваться, проходить. Поэтому, если даже переговоры состоятся, боевые действия никто прекращать не будет. Серьезно? Они будут идти параллельно вооруженному конфликту. Вот будут те же самые бомбежки с обеих сторон, наступления, отступления и так далее. А люди где-то там в Стамбуле условном будут сидеть, разговаривать и договариваться. В принципе, для страны, которая начертала свою инфернальную победу, как Россия, переговоры весь очень полезная. Как дополнительный инструмент. Для Украины непонятно, для чего не нужны переговоры. Потому что они категорически не согласны отдавать вообще ничего. Они даже Крым не хотят отдавать, который, по идее, уже давно вошел в конституционное поле России и так далее. Поэтому и запрет-то вышел для Зеленского. Вы понимаете, он сам себе подписал закон, запрещающий вступать в переговоры. Для Украины непонятно, для чего это надо. То есть сейчас никакого нет хотя бы примерного плана мирных переговоров, который устроил бы обе стороны? Соединенные Штаты, какая-то часть их эстеблишмента, и российское руководство постоянно заявляет, что в принципе можно начать переговоры. Мы готовы. Соединенные Штаты тоже говорят, да почему бы и нет. И подталкивают к этому Украину. Украина обладает своим собственным суверенитетом в военной части и в части своей территориальной целостности. Поэтому наклонить Украину вот так просто приказом невозможно. можно надавить на нее, так как говорит Трамп. Ну, например, ограничить поставки боеприпасов на фронт, ограничить поставки техники и так далее, чтобы украинцы почувствовали, что они одни остались. И тогда, хочешь не ходишь, придется идти на переговоры. Но это дело будущего и гадания на самом деле. Наталья Васильевна, смотрите, итоговый дефицит бюджета составил почти 4 триллиона рублей. Это больше, чем ожидалось. Во-первых, критично ли это? И во-вторых, что на третий год войны долги будут расти? Погодите. Во-первых, это 2,6% от ВВП. В триллионах вполне бессмысленно мерить. Но я потом не 4, а 3, там и 6, что-то в этом. Да? Ну, можно я вам скажу, что в ковидный год дефицит был 4%, сейчас 2,6%. И вы все поняли. Но он в терпимых рамках. Его пока есть чем покрывать. Это и фонд «Нацблагосостояние». Я тут сегодня прочитала в газетах, что из этого фонда «Нацблагосостояние» выделено 300 миллиардов на выкуп самолетов, Airbus и Boeing, которые были в лизинге чужих стран, с тем, чтобы они могли летать. Это 160 самолетов. И только и выкупали. Знаешь, деньги пока есть. Поскольку это такое дело не маленькое. Второе. Мы понимаем, как часть этих денег была добрана в доходы. И это дополнительные налоги на бизнес. И если в 22-м году раздевали «Газпром», у него был очень жирный год 22-й, феерические цены на газ на глобальном рынке. И так вежливо попросили отдать федеральный бюджет 1,2 триллиона рублей, а вы мне про дефицит 3,6 триллиона. Ну, уже расслабимся. Второе. Дополнительные налоги на курсовую разницу. Радостно сообщили, что уже собрали более 300 миллиардов рублей по 23-му. А он с октября начал работать. И очень хорошо заплатили производителей минеральных удобрений, кто там еще угольщики попали под раздачу, и пищевики тоже, кто зерно вывозил. Есть еще возможности пощипать российский бизнес в целях пополнения федерального бюджета. И эта машинка работает. Дальше мы понимаем, что доходность будет поддерживаться дополнительными изъятиями у бизнеса. Но смотрите, вовсю работает, население не сильно мучают, но все-таки вот эти процентики, это по вкладам. Их уже взяли в 22-м году. Если вы малость, побольше денежки держите, ну, делиться надо. Я совершенно не согласна с теми, кто пугает вот про эти 40 триллионов у населения на счетах. Сейчас мы всех, как это, гособоронзайм устроим. Ну, знаете, мне кажется, что не надо делать из власти идиотов. Они уже очень много поняли про повышение пенсионного возраста. И про мобилизацию. Ну, конечно, российская норма – это наступать на грабли раз за разом. Но грабли бывают разного размера. Грабли в 40 триллионов как-то многовато будет, я бы сказала. Поэтому я так не думаю. Что еще можно? Заимствовать нет, потому что выпускать облигации очень высокий процент. Бюджет должен платить. А вот поаккуратнее с расходами можно. Я обсчитала сейчас год бюджета регионов. Ну, смотрите. Трансферты консолидированным бюджетом регионов в 23-м году в рублях сократились на 9%. Без учета новых территорий, я подчеркиваю. Туда шел очень большой поток. Просто произошло перераспределение. И поджали, и слаборазвитые республики. Ну, ребята, ну, времена такие, им надо аккуратнее. И не помогли тем регионам, у которых уже сыпался налог на прибыль. Поэтому Коми в дефиците, Ненецкий округ в дефиците бюджета. Тратить-то надо. У нас проекты-то никто не отменял. Но самое главное. Снижение, по памяти говорю, на 4% в рублях расходов на здравоохранение бюджетов регионов. И эти расходы сократили почти 3 четверти регионов. Вот вам цена, господа избиратели. Так это работает. Ну, есть что. И в той части поправить, и подсобирать в этой. Я очень цинично смотрю на эту ситуацию, понимаю, что 24-й год закрывается практически нормально. Если что-то будет не так с доходами, поправят немного с расходами. На каких направлениях вы ожидаете главных боевых действий сейчас? Может быть, Одесса или, наоборот, Украина попытается отбить частью Гвостока? Никаких прорывов танковых и наступлений вглубь территории не будет из-за этого. Никто не знает, как наступать. И теперь главная задача понять, что же такое ситуация делать. И вот Россия начала формирование мощного стратегического резерва в глубине территории. То есть она будет превосходить украинские армии. Так расчет делается. Будет ли, я не знаю. Не могу сказать. Но расчет таков. Армия будет превосходить украинскую армию постепенно и по численности, и по вооружениям, и уж, конечно, по боеприпасам. А по боеприпасам у нас сейчас снарядов больше, чем у ВСУ. Там, раз в пять на фронте. И ВСУ очень сильно страдает от снарядного голода. Когда все это состоится, насыщать передний край для наступления не станут, а будут чаще ротировать и осуществлять общее давление на украинскую армию по всему фронту. Вот это и есть, насколько я понимаю, та самая стратегия, новая стратегия обессиливания противника. Вот вам очень много об этом расскажут альпинисты и горные туристы. Что происходит с человеком, когда он постепенно теряет силы при восхождении, потом вдруг падает и не понимает, что случилось. Может случиться так, что украинская армия вдруг посыплется, просто потому, что людей меньше, техники меньше, общее количество. Ну так удав свою жертву обессиливать, он не сразу ее ест. А какая стратегия тактика Украины в таком случае? Ну она объявлена. Она объявлена. Сырский заявил, что наша задача прийти в стратегическую оборону, построить по всему фронту, а это 2000 километров, ну пусть даже полторы, ту самую украинскую линию Суровикина, то есть эшелонированные мощные оборонительные линии, и год отбраняться, отбраняться, отбиваться от российской армии. И вот за этот год постараться в глубине территории, в глубоком тылу создать ударный кулак, резерв для нового наступления. Сейчас мне такие заявления кажутся оптимистическими. Сколько еще продлится война? Вы знаете, эта война, по крайней мере, с российской стороны очень сильно персонализирована. Это действительно война президента. Он ее начал, остальные не возражали. Он ее продолжает, остальные приспосабливаются. Он ее решит закончить, все обрадуются. Это мы можем утвердать уже со всей определенностью. У нас, еще раз повторю, большой массив данных на это. Под любым предлогом окончания войны будет встречена всенародная эйфория. Давайте это сформулируем. Всенародная эйфория. Будет большая волна народного счастья. И это очень-очень понятно. Поэтому, с одной стороны, можно говорить о том, что я не любитель таких терминов, мне они кажутся бессмысленными, но есть любители. Говорит о том, что это глубинный конфликт цивилизации, который от начала времен от царя Гороха всегда так или иначе разыгрывается между Россией и Западом, поэтому конца ему не будет. А можно завтра выйти и сказать, знаете что, мы тут вот уже все демилитаризировали, чего хотели, у нас чудных четыре новых субъекта федерации, значит, мы там будем строить процветающую жизнь. Всем спасибо, как в известном анекдоте. А теперь дискотека. И никакого, поверьте, так сказать, шока, никто от этого не испытает. В России все очень-очень сильно обрадуются. Во внешнем мире все несколько удивятся, но думать, как дальше вести себя в этой новой ситуации. Ну, если Путин остается президентом, то, боюсь, что годы. Какой вам видится ситуация в этом конфликте через год, когда закончится третий год войны? Я не думаю, что будут какие-то радикальные перемещения типа там Харьков российская армия возьмет или Одессу, или там Киев, это маловероятно, ровно по той причине, что здесь уже Запад впишется куда серьезнее, чем сейчас. Слушайте, они пока, грубо говоря, там, не знаю, мизинцем пока справляются. Если они включат там указательный палец, будет совсем по-другому все выглядеть. Этого не знает никто, но если вот сугубо теоретически по цифрам военным, если вот с таким продвижением, как сейчас идет, допустим, российская армия там поджимает украинскую и время от времени занимает какие-то куски территории небольшие, фактически в тактической зоне. Если вот так вот все будет происходить дальше, через года полтора-два российская армия может выйти на рубеж Днепра и занять всю левую бережную Украину, если ничего не изменится. И тогда? Ну, тогда будет захвачена практически вся промышленная зона Украины полностью. Да, и украинское правительство вынуждено будет что-то предпринять или уйти в отставку. В общем, короче говоря, что-то изменится. Это может быть конец конфликта. Что будет с российской экономикой еще через год, как считаете? Она очень инерционная. Мы это успели заметить и в 22-м, и в 23-м. Если верить в эту инерционность, подчеркиваю, если верить, то, в общем, больших катаклизмов, скорее всего, не произойдет. Большая, ну, в мерках, конечно, не мира. У нас, извините, 2% по долларах, если считать, по банковскому курсу и 3%, если по паритету покупательной способности, размер нашей экономики от всей мировой. Но все-таки она достаточно большая. Сырьевая, что сейчас очень помогает. Миру сырье не откажется никогда. И, в общем, достаточно простая. Знаете, простой механизм, типа трактор Форзон гораздо сломать сложнее, чем трактор Джон Дир с компьютером, да, с, как там называется, ну, у нас, ну, где воздух очищается и далее по списку. Вот этот Форзон, он пухтит и едет. За второй год войны в России усилились репрессивные тенденции. Вот, как вы считаете, это война просто повод или причина закручивать гайки, ужесточать? И что будет дальше? Ну, война, что называется, естественная рамка для того, чтобы вообще насилие стало больше? В войне-то, давайте вам скажу, что плохого в войне, знаете? Вот именно это, то, что насилие распространяется, то, что насилие пронизывает, пропитывает, как такая ядовитая жидкость, все социальные слои. Поэтому становится больше насилие в полиции, больше насилие в тюрьмах, больше насилие на улицах, более радикальная риторика в публичном пространстве, все дичают, проще говоря, все звереют, так или иначе. Поэтому война такая плохая штука. Поэтому, когда бабушки, дедушки и прадедушки и прабабушки наши нам говорили, что лишь бы не было войны, они это имели в виду. Понимаете, дело не только в непосредственных жертвах, не только в тех, кого вот прям убили, если бы этим все заканчивалось, но этим все только начинается. Поэтому государственное насилие, конечно, если оно обращено вовне, так сказать, к противнику, странно было бы предположить, что оно не будет обращено внутрь к своим собственным гражданам, которые воспринимаются как враги, оппоненты или хотя бы как помеха. Поэтому, да, сразу после начала войны были введены законы о военной цензуре, собственно, они сейчас являются по-прежнему основным репрессивным инструментом, это уголовные статьи за дискредитацию армии, за распространение ложной информации. Вот они как там 4-5 марта были приняты, так они с тех пор благополучно два года и функционируют по ним больше всего уголовных дел, по ним больше всего посадок больше всего в смысле в общей массе, так сказать, политических, политических, репрессивных, дел административных или уголовных. Ну вот зачем гонять людей, которые кладут цветы к жертвам политических репрессий в связи с тем, что вот Навальный погиб, вот зачем их гонять? В чем тут замысел? Вот я понимаю. То есть это явно не сотни тысяч людей делают, да, там, ну, по всей стране это тысячи людей, наверное, в основном они в больших городах, в Москве, в Сальсбурге. Давайте так, вот есть вещи, которые невозможно представить, это реально массовые репрессии, их представить невозможно. То есть количество людей, которые там по политическим каким-то статьям или не по политическим, но ясно, что за политику, находятся там в местах лишения свободы, оно измеряется сотнями. Да, это много, это каждый такой человек, это личная судьба, да, это беда для него, для семьи, это все понятно, но это не сотня тысяч, да. Поэтому какое-то усиление возможно, ну, то есть там, не знаю, вот сейчас 400 человек задержали, задержат тысячу. Это много, это печально, но это не массовые репрессии, то есть большая часть населения России никак не затронет, слава богу. Ну, просто когда вы говорите, что это невозможно себе представить, мы два года назад не могли себе представить 24 февраля, и многое-многое из того, что видели за последние два года, и законы, и приговоры, и сроки, и так далее, тоже невозможно было себе представить, вот если исходя из такой логики. вот смотрите, как работает система, я же делюсь с вами сокровенным знанием, система работает так, она замеряет реакцию общества на какие-то шаги, вот почему этот совершенно безумный закон про иноагентов, они прямо за него уцепились, да, совершенно безобразие, любого человека сейчас можно объявить иноагент, кого угодно вообще, то есть неважно, то есть уже там нет никаких денег за границу, уже ничего нет, просто что-то не то сказал, или не в том месте выступил, все, ты иноагент, почему иноагент, вот, тем не менее, почему они за него держатся-то, за этот закон, потому что опросы показывают, опросы показывают, что люди в целом, вот эти самые 60+, вы знаете, что 60+, возраста в стране гораздо больше, чем 20-летний, и они на выборы все ходят, да, так вот эти люди прямо вот радуются, что государство разбирается с предателями, с иноагентами и так далее, вот это все нормально, а вот когда, например, они частично мобилизацию объявили, да, вот тут началась реальная паника, реально прямо провалились все рейтинги, там, одобрения и так далее, и так далее, о, значит, видимо, никакой мобилизации больше не будет, поэтому, ну, поэтому они большие деньги предлагают, там, по контракту сотни тысяч людей готовы за такие огромные деньги, которые в их городах жизни не заработать за год, да, за год не заработаешь столько, сколько тебе прям сразу выплачут, вот, они по этому пути пошли, то есть поняли, что идея там водить, ну, реально ловить всех молодых, отправлять на фронт, это идея плохая, вот, поэтому они так больше не делают. То же самое будет, если репрессии начнут выходить сильно за вот эту узкую группу иноагентов, либеральной интеллигенции и, значит, некоторых уехавших. Пошел третий год войны, ваши пожелания нашим зрителям, все, что вы хотите сказать. Пусть станет последним, пусть уж хоть этот год станет последним, мы все со всех сторон страшную цену платим за продолжение того, что непонятно чем может закончиться и какую пользу принести хоть кому бы то ни было. Говорить, что экономика чудесно расцвела на военных заказах или что люди счастливы, получая гробовые, это и безнравственно, и неправда. Военный экономический рост временный и дорогостоящий, а вот эти вот выплаты не вернут мертвых. Нам в России, мы не можем себе позволить разбрасываться нашим демографическим ресурсом, у нас тяжелая ситуация. Я не знаю, кто может, но мы не можем. Подозреваю, что никто особо не может. Поэтому, дорогие слушатели, вы тоже часть этого демографического ресурса, берегите себя, пожалуйста, постарайтесь, постарайтесь оставаться в живых. Это нелегкая задача и для тех, кто в России, и для тех, кто вне России, но тем не менее, тот, кто выжил и сумел продолжить свою работу, тот и будет с трудом строить ту мирную жизнь, которая когда-то для нас всех настанет. Хочется, чтобы мир наконец наступил, чтобы вернулись с фронта мобилизованные те, которых там жены добиваются уже там действительно полтора года. Хочется, чтобы мы как-то уверенно смотрели в будущее, хочется, чтобы человек с российским паспортом вызывал везде уважение, а не там желание заблокировать его банковские карты, так, что сейчас происходит. Хочется, чтобы больше людей рождалось, а люди заводят детей не тогда, когда там скрепы укрепляют, запрещая аборты, ЛГБТ и все остальное. Это полная чушь. Люди заводят детей, когда они понимают, что смогут заработать на будущее. Вы знаете, желание-то оно простое. Ну, чтобы это закончилось как можно скорее. И так, чтобы это было приемлемо и аккуратно выраживаясь. Приемлемо. Но это очень нужно, чтобы закончилось как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше травм психических, моральных, да любых, будет у российского населения. И выходить из этого сильно травмированного состояния придется долго. Поэтому чем скорее, тем лучше. На приемлемых условиях. Подчеркиваю. С вами были Екатерина Шульман, Наталья Зубаревич, Борис Надеждин, Валерий Ширяев и я, Мариана Минскер. А вы держитесь. И подписывайтесь на телеграм-канал РТВАЙ. Там много важного. Редактор субтитров А.Семкин